День 1684, Алекс на связи. Aqara делает, конечно, интересные разные устройства. И одним из самых таких прорывных устройств это был датчик присутствия Aqara FP1. Он был интересен очень многим, он был очень компактный. Он сначала появился на рынке, потом он неожиданно исчез. Видимо, был пилотный какой-то способ познакомить всех с таким датчиком. Но на самом деле датчиков присутствия и до этого, конечно, было очень много. И диавайных разных. То есть можно было там собирать и экспериментировать. Но все-таки они стоят недешево. И даже сам датчик Aqara, он тоже, в принципе, стоит довольно приличных денег. И по возможностям он не всегда и не во всем превосходит даже самые дешевые аналоги или компоненты. Или те, которые можно использовать для самодельных устройств. Его начали изучать. И оно подключено к приложению. Работало приложение Mi Home от Xiaomi. То там, конечно, сразу было заявлено, такая возможность интересная, что можно этот датчик прямо на схеме указать комнату, указать разные в этой комнате мебель, как установлено, разные зоны выделить. И тогда он будет показывать, в какой зоне находится там движущийся объект, там человек, например. И можно на основании этого делать разные события. Например, включать или выключать свет в нужных местах комнаты конкретно. Но сейчас вышел еще такой же датчик Aqara FP2. Вроде как он там всем прямо сильно понравился. У него тоже есть, конечно, дополнительные возможности. В продаже его сейчас очень сложно купить. В Китае пока вообще он не доступен. Но там основные у него возможности из обзора. Это то, что он может, во-первых, побыстрее работать немножко. И также еще он может определять несколько объектов движущихся. То есть, фактически он сможет там показывать, если там два человека ходят по комнате, то он будет показывать, где они находятся. Конечно, это вроде интересная функция. И она на самом деле практически одна из основных фич этого датчика. Например, в отличие от датчика Tue, у которого нет такой возможности. Но эта функция, она по большому счету доступна только из основного приложения Miho. То есть, никакие пока компоненты внешние, там, open-source, не могут полноценно этот датчик обрабатывать. И эти все там параметры их передавать в систему новодома. То есть, никакие зоны, никакие там, где находится какой объект. И на самом деле это, в принципе, не очень полезная функция. Она в датчике FP1 тоже, она была. Это определение по зонам. И в open-source решении там была возможность только определять. То есть, если объект движется там в сторону к этому датчику, то показывать, что там придет такой сигнал, что приближение. Если он удаляется, то там, соответственно, сигнал, что удаляется. Также еще там можно определить, что объект ушел из зоны действия. Или там вышел влево, или вышел вправо. То есть, есть некоторые такие параметры. И я пробовал на основании этих данных сделать так, что когда у меня в комнате он стоит в той или иной стены. И, по сути, он просматривает всю комнату, почти 7 метров. И сделал так, что у меня в комнате три светильника потолочных. И когда я к нему подхожу, у меня включается ближний к нему светильник. Когда я там отхожу подальше, средний. И когда совсем далеко, то дальний включается. А, соответственно, там ближний и средний выключается. Но, хоть это и показывает сейчас, как там, супер фича. Но, на самом деле, это не очень удобно. Это, конечно, она срабатывает очень быстро. Никаких там задержек особых нет. Но, не очень приятно, когда там в комнате постоянно свет включается, выключается. В одном месте, потом включается в другом месте, в другом выключается. То есть, такая светомузыка, она не очень приятна. И все равно чаще все-таки хочется, чтобы в комнате был более равномерный свет. Чем именно так, что в одном выключено, а в другом выключено. Потому, что визуально, когда в комнате темные места, как бы не всегда приятно. То есть, в некоторых случаях, да, это полезно. А в некоторых случаях, это не очень полезно. Ну, в общем, я от такой функции отказался. Хотя, она позволяла. Эту функцию можно было симулировать. И она, в принципе, работала неплохо. И в новом датчике эта функция как основная. Что, да, можно там пойти в угол какой-то, сесть на диван. И он там везде выкручит свет, а на диване он вкручит лампочку какую-то там. Потом можно пойти там, особенно в гостиных с кухней объединенной, большие. То есть, там можно сесть за стол. И там тогда везде выключено за столом останется. А если второй объект там, движущийся, он там на диване, то там в двух местах будет гореть. Но, конечно, во-первых, постоянное включение и выключение света, это и нагрузка на сами эти устройства. И на лампочки, и на реле, которыми управляются эти лампочки. И еще, если там светодиодные какие-то, то это тоже там дополнительные. Получается, разные там нужно прописывать действия, чтобы там включать поярче, потусклее. И еще нужно определить, как там цвета именить. То есть, в принципе, со светодиодами, наверное, это попроще будет. Потому что они рассчитаны на постоянное изменение всех параметров включения-включения. А какие-то лампочки уже такие более как отдельные устройства сделаны. Для них это большая нагрузка. Поэтому я заметил там, последил сколько времени и как часто включается или включается у меня устройство. В итоге, да, общее время там горения лампочки, она изменилась. То есть, стало существенно меньше. Именно количество включений стало там существенно больше. То есть, у меня, конечно, там ресурсовый включатель, он, скорее всего, вычет из строя раньше из-за такой оптимизации. Поэтому проще, конечно, там включил свет и он горит. Например, датчики Туя, которые существенно дешевле, почти в два раза. Или даже в этом самом простом и дешевом компоненте, который для самодельных устройств сделан. В них тоже есть такая возможность определения расстояния до объекта. И если действительно эта комната в длину, и то есть, нужно управлять именно по приближению и удалению от самого датчика, то очень легко такой сценарий реализовать. То есть, там Туя, например, показывает просто в метрах расстояние до объекта. Причем оно показывается достаточно точно. То есть, разброс там где-то плюс-минус полметра. Я, например, там на 9-метровом расстоянии, у меня там просто комната плюс балкон, это 9 метров. И даже на балконе он сквозь стены, в принципе, берет. И если там не совсем неподвижно сидеть, то он даже определяет человека и, в принципе, нормально работает. И я разделил эту комнату там на 5 зон. Ближняя – это кухня, потом средняя. Там у меня дверь находится, диван, балкон. И еще указал просто как пусто. То есть, это когда либо уже совсем далеко, либо совсем, наоборот, близко как срабатывает. То есть, ну, по большому счету, там, он каждую зону определяет очень точно. И можно, в принципе, эти все сценарии реализовать, там, включение или включение нужных светильников. Даже с таким простым устройством. То есть, не обязательно там слеживать слева или справа. То есть, такая точность, она, по большому счету, нужна только в очень больших комнатах, там, которые 5 на 5 метров. Да и то не факт, что этот датчик, он сможет в ширину на такое расстояние качественно набрать. То есть, конечно, допустим, даже у ФП-1, у него чувствительность где-то метров 5, на самом деле, и у Туи даже она выше получается. То есть, если на диване, он, в принципе, не теряет связь и постоянно определяет корректно, что человек присутствует. А в ФП-1, он, допустим, с 5 метров уже иногда сбоит и у меня там периодический свет выключается. То есть, это не очень удобно и, конечно, там, его надо так поставить, чтобы он был ближе и как-то, может быть, вдоль длинной стены, чтобы он просто посреди комнаты находился и так отслеживать. То есть, я, конечно, это экспериментирую еще разными способами, но, по большому счету, мне датчик присутствия пока окажется менее практичным решением, например, чем просто датчик движения. Потому что полноценно включать свет в комнате или выключать только по датчику присутствия не всегда удобно. Например, в той же спальне, например, если человек присутствует, это не значит, что там должен гореть свет. Может быть, человек спит и свет уже не должен гореть. И это просто так сценарием, конечно, сложно обработать. Я пытался сделать там по времени, чтобы оно выключалось. Или, например, конечно, можно там условно сказать команду, нажать кнопку, что я все там лег спать. И пока я присутствует, соответственно, движение не будет прекращаться и, соответственно, свет не будет повторно включаться. А если, например, я уйду и вернусь, то тогда включится. Но если я куда-нибудь схожу и приду в комнату, снова включится. Это тоже будет не очень хорошо. Поэтому тут нужно внимательно обрабатывать сценарии. Ну и датчик в присутствии у них вообще есть одна большая проблема. То есть для каких-нибудь там домов больших, где там нет соседей, там, наверное, да, можно как бы полноценно, конечно, сделать управление. И там и комнаты, может быть, побольше. И там, в принципе, это будет более-менее хорошо работать. Но в многоквартирных домах может так оказаться, что просто он будет улавливать движение за стеной. И там соседи каких-нибудь или их животное их реагировать. И тогда, конечно, там, это будет очень сложно обработать. То есть у меня стоит датчик, он периодически, допустим, туэрский. И он периодически что-то улавливает с его там высокой чувствительностью и большой дальностью. Он вполне может и через перекрытие, и вверх, и вниз определять какое-то движение. Или за стеной. То есть это тоже у меня такой момент был, когда за стеной у меня просто там другая комната находится. И я в ней могу там подойти к определенному месту. И датчик среагирует, и свет включит. И также он реагирует еще на разные объекты. То есть не только на людей, он может среагировать на какие-то металлические большие предметы. Например, на шкаф у меня зеркально реагировал. И тоже включал свет. То есть у меня единственный плюс, что там стоит холодильник в нужном месте. И он как раз экранирует этот датчик от другой комнаты. Но это не у всех так происходит. И поэтому либо делают на него там, наклеивают или рядом с ним там ставят какие-то ограничивающие. Металлические там предметы или фольгу наклеивают, чтобы можно было его зону действия ограничить. Это конечно нужная функция. И вообще бы такая функция по идее в самих датчиках должна быть встроена. И тогда датчики присутствия, они конечно будут более востребованы в умном доме. Продолжение следует... Продолжение следует...